Повышение МДС, развитие моногородов и системы профобразования. Это лишь малая часть вопросов, которые были затронуты участниками форума. На площадке Рубцовского дома культуры программы презентовали 4 кандидата. Депутат Государственной Думы Виктор Зобнев, в Рио губернатор Виктор Томенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров и председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильиченко. Представители «Единой России», местные СМИ и чиновники задавали интересующие вопросы. Особое беспокойство вызвало повышение МДС с нынешних 18 до 20%. Законопроект еще до депутатов не дошел. Есть законодательная инициатива. Но я буду стоять на стороне тех, кто на сегодняшний день работает в секторе реальной экономики, хотя 18% – это тоже немалая нагрузка. Если молодежь города Рубцовска, то с эффективностью его оттуда устроить на промышленные предприятия города. Тема важна и нужно развивать производство, развивать другие сферы, чтобы молодежь не уезжала не только из города Рубцовска, чтобы молодежь не уезжала из Алтайского окрая. Развитие промышленности Рубцовска, как и в целом региона, пожалуй, самая острая тема встречи. Многие предприятия города, такие как тракторный завод, который в разы сократил объемы производства, нуждаются в восстановлении. По мнению Виктора Томенко, решение проблемы видится в нескольких составляющих. Новые источники наращивания нашей промышленности, новых инвесторов. Хорошо бы найти сразу мощных, с единичной мощностью, такой приличной, чтобы сразу на несколько тысяч человек, например, создать рабочие места. Но мы будем с вами все-таки реалистами, будем отталкиваться от тех возможностей, которые пока располагаем. По завершению работы форума в Рубцовске участники заполнили анкетные листы, в которых выбрали приоритетное, по их мнению, направление развития. Впереди еще две встречи, в Бийске и в Барнауле. Анастасия Бертенева, Геннадий Лабзин. Наши новости.